Ну что, ребята, помните, буквально несколько дней назад мы уже вскрывали такой соляной пинжак. Это мясо запекаю емаем в соли. Дня 4 назад я делал эфирчик. Мы это мясо запекали, но не это, а другое. И мы его скушали, и у меня опять поступил заказ снова запечь мясо. В этот раз я побольше запекал. В прошлый раз около 3 кг было, и оно скушалось очень быстро. В этот раз немножко больше мяса взял, 3 кусочка. 12 часов ночи я бабахаю. Испанцы только завтра переваривать сель, а я им не завтрак, а ужин. Эта соль такая твердая становится, да? Из-за чего? Из-за того, что смачивается как-то? Она не смачивалась. И вот я смог как ковырнуть это дело все. И теперь момент истины. Вот оно, наше мясо. Видите? Вот оно. Вон там левая рулька с сольцом внутри запеченная. А эти два кусочка просто два куска мяса. Вот представьте, такой... Сколько это килограмм соли? Соль крупная, морская. Как раз вот накрыто было все это мясо. Мясо получается очень вкусное. Несмотря на то, что оно полностью засыпано солью, оно даже еще и не соленое. Мне приходится его досаливать, чтобы кушать. Здесь у нас, я не знаю, сколько килограмма, наверное, четыре мяса. Или больше. Более трех часов оно. Ой-ой-ой, гляньте, гляньте, оно какое! Представляете? Мягученькое. Нож просто проваливается. Но сейчас оно еще не очень. Ему нужно дать остыть. Когда оно застынет, оно будет просто невероятно вкусно. Я вам сейчас покажу. У меня маленький кусочек еще остался. Я сейчас вам покажу, какая его структура получается, когда оно застывает. Смотрите. Вот оно, застывшее. Вкуснейшее мясо. Советую всем так попробовать. Приготовить.